Я считаю, это самый нелогичный момент в этой игре, и абсолютно каждый, кто играл в Dying Light, это подтвердит. Всем привет, вы смотрите шоу, в котором я показываю нелогичные моменты, и сегодня я вам покажу жопу. Вот это поворот! Ну а если серьёзно, нелогичные моменты в Dying Light. Может быть правильно, Dying Light? Неважно. В игре достаточно много мест, где горит огонь под открытым небом. Также в игре может идти очень сильный дождь, и пробегая мимо тех самых мест, где горит огонь, сложно не заметить, что он продолжает гореть даже во время сильного дождя. Например, бочки. Уж они-то точно должны потухнуть? А как насчёт покрышек? Или даже просто маленький мусор? Всё это продолжает гореть на протяжении всего дождя. Кто-то скажет, что это баг игры, и разработчики могли его просто не заметить. То есть разработчики, создавая почти на каждом углу места с горящим огнём под открытым небом, и зная, что в игре будет дождь, не могли это заметить? Или наоборот, создавая дождь, знав о том, что в игре куча мест с огнём под открытым небом, тоже никак не могли заметить? По-моему, они это просто проигнорировали. К моему сожалению, но горящий огонь под сильным дождём – самый настоящий нелогичный момент. И самое настоящее. А сейчас я вам покажу момент, о котором недавно вспомнил, и именно из-за него решил записать видео про Dying Light. Я считаю, это самый нелогичный момент в этой игре, и абсолютно каждый, кто играл в Dying Light, это подтвердит. Разработчики в своей игре сделали очень крутую возможность прыгать с достаточно высоких зданий на машины и на кучи мусорных мешков, чтобы персонаж мог быстрее спускаться вниз, и чтобы такие криворукие, как я, меньше умирали. Задумка действительно классная и добавляет игре реалистичность, но вместе с этим и нелогичность. Если прыгнуть с очень, очень, очень большой высоты, эффект будет тот же, и ваш персонаж всё равно выживет. Теперь давайте я покажу момент, который слегка меня огорчил. Никто не станет спорить, что Dying Light проработали до мелочей, и огорчило меня то, что самую главную мелочь они не проработали. Игра про зомби. В ней присутствует куча крови и мест с водой. Когда мне стало интересно убить зомби в воде и посмотреть, как кровь будет в ней растворяться, я был разочарован. Она не растворяется. Вода, к сожалению, не окрашивается в красный цвет, хоть в игре есть бассейн, вода которого окрашена кровью. Но это ещё полбеды. Кровь не просто не окрашивает воду, а остаётся в воде, как на асфальте. Прорабатывая игру до мелочей, они не проработали самую главную и интересную. Я был удивлён, когда в этой игре случайно обнаружил момент, как в CS GO. Оу, мне кажется, у вас много вопросов. Почему я в другой игре, и почему я вообще в игре от Ubisoft? Ну, во-первых, я показываю нелогичные моменты не только в одной игре, а могу аж в пяти разных. Во-вторых, Ubisoft всего лишь издали эту игру, а разрабатывали Тэчленд. Поэтому они несут ответственность за логику в этой игре. Думаю, можно показать сам момент. В Дикой Перестрелке я случайно попал в бочку, и вода оттуда как хлынула из всех щелей. Но я, конечно же, выстрелил ещё раз, и она опять полилась. Даже на уровне, где не должна течь. Прямо как бочки в CS GO. Только в этой игре данный нелогичный момент очень легко заметить. А вот и последний момент. Кто не играл в эту игру, не волнуйтесь. Максимум будет очень маленький спойлер. Во время прохождения одной из миссий, вы начинаете перестреливаться сначала с одним оружием. И можете его поменять на другое. Позже персонаж говорит, что забегает немного вперёд. И отматывает историю на более ранний период. А вот оружие он решает прихватить с собой. То есть по логике, отмотав историю, оружие должно быть таким же, как и в начале. А не то, которое я взял позже. А на этом, пожалуй, всё. Подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть, какие ещё нелогичные моменты я нашёл или ещё найду вместе со своими подписчиками. Оценивайте это видео, чтобы у меня была мотивация не отбиваться от рук. А то иногда как нахлынет лень. И сижу нарезаю смешные моменты. И самое главное, не забывайте рассказывать друзьям про это шоу. С вами был Гризли Мишка. До новых встреч!